Нет, друзья, это не кликбейтовый заголовок, к сожалению, наверное, я действительно так считаю, в обозримом будущем такая страна как Беларусь исчезнет с общей мировой карты, в обозримом будущем я имею ввиду та самая Беларусь, независимая, к которой мы привыкли, скорее всего её уже не будет, не я придумал, к этому долго шли, и могу только поздравить с этим событием беларусов, которые не смогли сохранить свою страну, теперь только вопрос времени, что с ней будет, да что с ней будет, ну скорее всего она просто станет чьей-то колонией, об этом уже говорят в открытую, никто не сомневается, либо она станет восьмым федеральным округом Российской Федерации, о чём вот на днях буквально заявила своим поганым ртом госпожа Симоньян, а напомню, что такие люди как Симоньян просто так по мелом не мелют, да, либо она станет просто колонией Евросоюза, очередной страной, где её гражданам ничего не принадлежит, примеры мы знаем, такие, та же Болгария, та же Румыния, пожалуйста, примеров таких масса, к сожалению, к этому всё шло долгие годы, но белорусы всего этого не прочухали, наверное, потому что все мы, жители постсоветского пространства, постоянно надеемся на авось и постоянно говорим вот эту вот идиотскую глупую фразу, я политикой не интересуюсь, ну ребят, да не интересовались, просто можете, теперь и скорее всего потеряете свою страну, очень жаль, но сейчас поговорим об этом подробнее, поехали! На самом деле я не шучу, долго к этому шли ребятишки, белорус всегда был лакомым кусочком, причём лакомым кусочком как для России, так и для стран Запада, и не потому, вот не из-за этой глупости, которую нам усиленно вбивают в голову о том, что вот, на этой территории будут либо наши базы военные располагаться, либо вражеские, да нет, это дело вообще десятое, привлекательная эта страна всегда была с экономической точки зрения, дело в том, что Беларусь очень удачно географически расположена, в самом центре Европы, и это, да, не условно, а именно, вот правда, в самом центре Европы, то есть если посмотреть на карту, то вы увидите, что это вот такое вот государство, которое расположено в середине, и вот с экономической точки зрения, с точки зрения торговых путей, это такой перекрёсток семи дорог. А что такое? Ну такой великий шёлковый путь 21 века, а что такое великий шёлковый путь, если вы почитаете, да? Это очень удачная история. Это ты сидишь и зарабатываешь бабло на транзите, ничего при этом не производя, то есть любые товары, не только нефть и газ, вообще любые товары, будь то айфоны, трусы, продукты питания, там, всё что угодно, всё везут через твою страну, потому что, ну, что она находится, вот, вот очень выгодно. Это самый короткий путь, прямая. Всё, что надо делать человеку, хозяину этой самой Беларуси, просто сидеть, щёлкать семечки и получать с этого бабло. Мечта любого лодыря ни хрена не делать, ни хрена не производить и получать с этого огромные бабки. Собственно, поэтому происходила вся борьба-то вот-вот-вот за эту вот территорию. И оно началось не вчера. Там не год назад, когда Лукашенко самовольно захватил власть, он действительно, он её самовольно захватил. Оно началось намного раньше. Лукашенко понимал, что однажды этим закончится, но он был слишком жадным. Вместо того, чтобы развивать свою страну, развивать экономику своей страны, он просто сидел, продавал свою жопку всем и каждому, пытаясь торговаться там с одними, со вторыми, с третьими, причём не в интересах Беларуси всё он это делал, он делал всё это в интересах собственного кармана. Но в какой-то момент назрел вопрос, когда ему сказали, короче, ты давай определись, либо ты с красными, либо ты с белыми. Потому что те люди, которые давали ему деньги, это по сути инвестиции. Это вложения, люди денег не дают просто так. И вот он начинал это понимать в какой-то момент, именно поэтому там год назад, например, мы наблюдали вот эти вот события, которые мы наблюдали. Очевидно совершенно, для чего Лукашенко тогда захватил власть, потому что ежу понятно. Но диктаторы, они не уходят просто так. У любого диктатора, у него только одна дорога на виселицу. Ну, в лучшем случае в тюрьму. Неважно с кем-то, с одними, со вторыми. Дорога у любого диктатора всегда одна. На виселицу. У диктатора не бывает друзей, у диктатора не бывает союзников. У диктатора бывают только попутчики, которые бегут с ним до нужного им поворота. То есть вот бежит рядом с ним Путин. Вот нужный поворот для Путина – это референдум по присоединению Беларуси к России. Бежит рядом с ним Меркель. Нужный ей поворот – это референдум по присоединению, по вхождению Беларуси в ЕС. И те, и другие кидают, повторюсь, дают ему каких-то денег, которые он просто крал себе на карман. Но однажды начали задавать вопросы. Сказали, короче, дорогой усатый, ты когда уже определишься, к кому ты примкнёшь? Что происходит сегодня? Сегодня усатые просто торгуются, потому что, видимо, начали уже очень плотно трясти. И даже, возможно, вся эта история с захватом ирландского самолёта, она и послужила катализатором. Возможно, она была даже срежиссирована, чтобы ускорить этот процесс. Чтобы начать вот эти вот торги как можно скорее, потому что для Лукашенко, ну что для него? Для него важно только одно – как вот так вот отскочить, но с гарантией безопасности для себя, любимого и своей семьи, а ещё желательно получить какую-то копеечку. Наличный банковский счёт, грубо говоря, тебе предлагают где-то какой-то счёт. Тебе предлагают паспорт какой-нибудь условной, не знаю, Аргентины или какой-нибудь условной Доминиканской республики, гарантию безопасности, и ты спокойно там доживаешь свой век. Поэтому, когда вот наши ватники кричат «Беларусь войдёт в состав России», да ребят, не факт, что вообще войдёт. Потому что, с той стороны, ребятишки тоже вложили немало денег вот в этот перспективный проект под названием «Да наша Беларусь». Они тоже считают её нашей. И они хотят отбить свои вложения. Вот Лукашенко сегодня просто сидит и ждёт, кто предложит больше. Пойдёт ли он к Путину? Не факт, что он пойдёт к Путину. Да, Путин ему накидал каких-то денег кредитных, очень много, ну под видом кредитов, да, половину из которых он просто украл, но эти деньги, во-первых, уже все истрачены. И уйти просто с узелком, я уверен, человеку не хочется. Второй момент. Ведь под Путиным тоже стул не очень прямо стоит, он тоже так пошатывается. И где гарантия, что соскочив и уехав, например, получив российское гражданство, получив там какой-то счёт в банке, ну, во-первых, эти деньги не отберут, а во-вторых, да, ну, где гарантия, что Путин будет вечно править. А потом у него эти... Процесс делёжки – это не трёхминутный процесс. Он будет проходить несколько лет, вполне может так случиться, что народу Белоруссии понадобится кинуть кости в виде сакральной жертвы. Лукашенко тоже это понимает. Вполне себе вероятно, что тот же Путин сегодня друг, а завтра не друг. Он взял их, отдал, отдал, сказал, вот он, растерзание забирай. Такое тоже нельзя исключать, поэтому кому Лука отдаст предпочтение, я не знаю. Но что будет сейчас? Сейчас мы увидели, я много раз говорил, ребят, война, которая будет последующей, после Второй мировой, после Первой мировой, она будет экономической. Она уже не будет такого разрушительного характера носить, какой носили войны до этого. Что такое война? Война это коммерческий проект всегда. Всегда, если затевается война, ищи, кому выгодно. Но разрушительные войны, это слишком дорого, слишком долго потом всё это восстанавливать. Вкладывать лишние деньги, нахрена, когда можно сделать всё проще. Мы вот, всё, мы приехали, ребята, и сказали, ребят, мы тут всё купили. Это всё наше теперь. Вот как сегодня в Болгарии. Которую болгарам ничего не принадлежит. Они там, по сути, просто рабы на своей земле. Им даже земля не принадлежит в их стране. То есть там вот Болгарин, например, строит дом. Но земля под его домом, это не его земля. Она как бы в аренде. То есть в любой момент этого болгарина могут попросить убрать этот дом с этой земли. То есть он не может его передать никому по наследству. И вот я так вот задеваю белорусов, ждёт примерно то же самое. Но повторюсь, они сами в этом виноваты. Они досидели, они дождались. Они слишком много верили, доверяли лозунгам. Это вообще, наверное, наше. Такое славянское. Мы верим в лозунги. Вот когда с нами кто-то разговаривает лозунгами, мы прям кайфуем. Но мы никогда не просчитываем последствий. Мы очень безграмотны даже в экономических вопросах, в том числе в экономических. А любая политика, как говорит Потапенко, это испачканная в грязи экономика. То есть любые политические процессы, они всегда направлены на одно. Ищи кому это выгодно. С точки зрения бабла. Да, вот сегодня наши пропагандисты, я прям вот хочу зачитать. Уже понесли вот эту вот пургу. Из разряда, что вот небо-то закрыли. А вот пострадают-то в первую очередь простые коммерсанты. Паны-то дерутся у холопов, то чубы трещат. Вот зачитаю буквально Лёшу Пивоварова, который в очередной раз, я просто убедился, что прокремлёвский товарищ просто очень умело маскируется. Давайте зачитаю. Вот он был первым. Сейчас это подхватили остальные пропагандисты. Они моют мозги русскому Ване. И русский Ваня действительно, который не разбирается ни в чём. Он действительно вот выглядит вроде как убедительно. Ребят, мы забываем всё время об одном. Есть такая штука, которая называется инвестиционные проекты. И буржуины оттуда, они в общем в экономике разбираются намного лучше нашего. Я не исключаю, да, здесь крупные бизнесмены. В том числе там какие-то владеющие авиакомпаниями, транспортными компаниями. А уверен, что не только небо сейчас начнут и землю закрывать. Уже вот там позавчера, по-моему, проходила информация о том, что кто-то в Германии выступил, что давайте санкции ещё и в отношении белорусской газовой трубы введём. Не исключаю, что пойдут навстречу до стройки Северного потока, лишь бы оставить Белоруссии без этого транзита, без этих денег. Я больше уверен, что власти-то договорятся с олигархами, с местными, с теми, кто владеет на серьёзном уровне, с серьёзными бизнесами, транспортными компаниями, авиационными. Им просто объясняют, что, ребята, вы поймите, мы сейчас делим жирный кусок. Расцениваете это как инвестиции. Просто у нас, у русских людей, в голове не укладывается. Мы же привыкли. Для нас инвестиции это сегодня вложил, завтра получил. То есть краткосрочные инвестиции. Мы не знаем, что такое долгосрочный рубль. Что такое долгосрочное вложение. У нас никогда такого не было. Для нас инвестиции, вот я сегодня купил доллар по 73 рубля, завтра там продал, когда дождался, когда он стал 76, скинул его, вот заработал 3 рубля с доллара. Вот для меня это инвестиции. На самом деле это не так. Инвестиции это несколько дальше. И очень умные люди, они просчитывают всё на годы. И вперёд простой пример Стив Джобс, который ещё в 80-е годы прошлого века, в середине 80-х, начал заниматься компьютерами. Да, начал заниматься высокими технологиями, тем, что сегодня называется высокие технологии. Тогда многие на него смотрели как на сумасшедшего. И говорили, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё, ты чё? Кому это надо? Ты чё? Золотом люди, вон нефтью занимаются, металлами, там, ты какую-то хренью решил вложить непонятно во что. А вот, представляете, человек просчитал там на 30, на 40 лет вперёд. И сегодня его Apple одна из самых успешных компаний в мире, не в США, в мире. Вот что называется долгосрочные инвестиции. Поэтому, я думаю, власти там, в Европе, в США, они убедят своих бизнесменов, что вот это, вот это инвестиции. Да, в краткосрочной перспективе ребята что-то потеряют сегодня-завтра, но потом они это наверстают. К сожалению, наш русский Ваня, вот у него в голове это не укладывается. Поэтому мы всегда отстаём. Поэтому и белорусы проиграли. Наверное, я не стал рассказывать, что будет в случае, если Беларусь всё-таки отойдёт к нам, к России. Но я думаю, вы без меня прекрасно понимаете, что тогда в этом случае ждёт этих несчастных белорусов. Потому что мы сами с вами живём в этой замечательной стране. Но если кто-то не до конца догоняет, можете поспрашивать у жителей Крыма, например. Они вам с удовольствием, я думаю, расскажут. Потому что тоже, когда они голосовали на этом несчастном референдуме после того, как им задурили голову, они тоже думали, что они едут, идут, да, возвращаются, в родную Гоинь за большим счастьем. Какое большое счастье с ним приключилось. Ну, откройте соцсети, да почитайте, поспрашивайте. У кого-то наверняка там живут какие-то знакомые. Да в конце концов, я говорю, мы сами с вами здесь живём. Ладно, ребята, вот так вот сумбурно несколько получилось. Да, на эмоциях. Но я, по крайней мере, попытался до вас донести. Так как я вижу эту ситуацию. Подумайте. Проанализируйте. Посмотрите что-то где-то. Поизучайте, говорю, там, истории тех или иных стран, которые попадали уже под такую вот раздачу. И, может быть, поймёте, что я прав. Хороших выходных. Увидимся, услышимся очень скоро во вторник. Пока-пока. Пока-пока.